Сильного мороза на Крещение не будет. Владимирские синоптики заявили, температура в ночь с 18 на 19 января составит минус 5-10 градусов. Для тех, кто решил в этом году искупаться в проруби, погода благоприятная. Окунуться в ледяную воду, по подсчетам спасателей, в этом году рискнут около 13 тысяч верующих. Для них подготовят 51 купель. 18 из них будет на территории храмов и монастырей, а еще 33 на открытых водных объектах. Чтобы Крещенская ночь прошла без происшествий, требования к организации купания у спасателей серьезные. В акватории проруби для купания должно иметь постепенный скат, уступов до глубины полтора метра, не более. Купель должна быть, но я на общих требованиях таких остановлюсь. Как правило, два, вход и выход, то есть две лестницы, чтобы не было пересекающихся потоков. Очищены от водных растений, коряк, камни. Рядом с открытыми купелями оборудуют пункты обогрева. Чего необходимо избегать в эту ночь, так это алкоголя, иначе купание может закончиться плачевно. Согреваться перед погружением необходимо, но только с помощью физических упражнений. Человек должен, или участник купаний, перед купанием разогреться, растереться, одеть легко снимаемую обувь, по одному подойти. И рекомендуется сразу погрузиться на нужную глубину, но не окунаться с головой. Самостоятельно рубить прорубь на водоемах запрещено из-за риска для жизни. Даже если купание пройдет без ЧП, экстремалов ждут неприятности в виде санкций. Штраф за купание в неположенном месте составит от 800 до 4000 рублей. Спасатели предупреждают, православный обряд очищения полезен далеко не всем. Держаться подальше от холодной воды лучше людям с хроническими заболеваниями. Да и священнослужители напоминают, в этот праздник главное совсем не купание. Для нас главное, чтобы мы приняли в крещение участие в богослужении. Это в первую очередь, потому что в богослужении именно раскрывается глубина богословия этого величайшего праздника. В этом году во Владимире купели организуют на четырех водоемах – Семязино и Гусинка, а также озеро Глубокое и пруд Заклязьминский. На каждой проруби будет дежурить спасатели, полиция и медики. За безопасностью купающихся будут следить и более 500 человек. Екатерина Корнилова, Александр Мажаров, 6 канал.